Благо есть, исповедуйтесь о Господе, и пейте имени Твоему Вышней, возвещайте за утро нас Твою и истину Твою на всякую ночь. Десятистронам псалтири с песней в гуслих, яко возвеселив наси Господи в творении Твоем, и в делах руку Твоей возрешивайся. Добрый день, я Любовь Иогильна, рада приветствовать всех телезрителей телеканала «Союз». Мы продолжаем разговор о псалтире. Батюшка, здравствуйте. Здравствуйте. Замечательный псалом мы с вами разбирали в прошлой программе. Знаете, я просто так заслушалась, и где-то мне казалось, я даже уплыла немножко в тех самых рассуждениях, о которых вы говорили о самом себе. Ну что ж, мы готовы, батюшка, слушать следующий псалом. Ну и сегодня у нас 39-й псалом. Причем мы не раз с вами говорили о том, что псалтири, она не просто буквально, она не просто дает нам некие переживания, духовные советы, но она еще и христологична. И здесь очень много пророчеств о Христе, о Спасителе, о Новозаветной Церкви. И не случайно это, потому что и псаломопевца Давида мы не просто называем царем, мы называем его еще пророком. И он очень много пророчествует о Христе, о Спасителе. Вот 39-й псалом, он как раз наполнен вот этими христологичными предсказаниями, и об этом свидетельствует Новозаветное Писание. Ну, об этом вот мы с вами и будем говорить, потому что псаломопевец Давид предвидел пришествие Христова. И когда пришел Христос, он, конечно, открыл эту тайну для тех, которые искали ответы на вопрос, он ли это или не он. И когда читали и знали, ведь в псалтире вдумывались в каждое слово, стали узнавать Христа Спасителя. «Терпя, потерпе Господа, и внятми, и услышу молитву мою». Конечно же, здесь есть и буквальный смысл присутствует, и христология. «Терпя, потерпе Господа, и внятми, и услышу молитву мою». Конечно, нужно потерпеть Господа. Не раз говорит псаломопевец, потерпеть – это значит исполнить волю Божию. И Господь, конечно, в нашем терпении, испытывая нас, Он, конечно, все равно услышит нас, и слышит нашу молитву и прошение, и дает нам все потребное не только к этой жизни, но и к спасению. Однако же здесь и в этих словах есть и ожидание народа пришествия Христа Спасителя. Ведь не только терпение, но терпение – это всегда было в ожидании, и молились. О чем молилась Ветхозаветная Церковь? О пришествии Христа Спасителя, о том, что придет семя жены и сотрет главу змея. И, наконец-то, все это произошло. То есть, терпя, потерпя Господа, и внятми, и услыша молитву мою. Услышал молитву кого? Церкви. Ветхозаветной Церкви. И Господь пришел, пришел на эту землю, воплотился и принес спасение для всего рода человеческого. И возведеме от ровосрастей и от брения тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы моя. Ну, конечно, откуда Господь вывел человека, когда пришел на эту землю? Давайте вспомним всю языческую церковь, огромную церковь, которая находилась в отвес страстей и находилась в брении тины. То есть, она находилась вся в грехах. И грех руководил человека, грех иступлял человека, страсти управляли человеком и помрачали разум, рассудок человеческой жизни. Но Господь поставил на камени нози мои, то есть, нози церкви своей. На камени созижду церковь мою, и врата адова не одолеют. Ее говорит уже в Новом Завете, в Священном Писании. Исправи стопы моя. И стал человек исправлять стопы свои, потому что мы заметили исторически, видим, как люди стали изменяться, как общества человеческие стали преображаться с приходом Христа Спасителя на землю. И в то же время, вот мы дожили до того времени, когда мы с вами видим совершенно иное, когда человек уходит от Господа, уходит от Христа, то что происходит? Такая же деградация. Человек вновь начинает опускаться в ров страстей и от брения тины. В брение тины. То есть, в грех, в страсти этой вот человеческой жизни. И вложи в уста моя песнь новую, песнь Богу нашему, узлят в мнозе, и убоятся, и уповаят на Господа. Конечно, какая песнь новая? Это уже новая действительно песня, это уже новое направление, это новое мышление, это уже новые стремления. Этой песней мы можем называть и священные писания, и Евангелие, и все писания новозаветные, которые уже по-другому научают мыслить человеку, который возводит его на более высокую ступень служения. Но это и новые, в церкви уже новые гимны, новые песни, которые мы воспеваем и Христу, пришедшему в этот мир, и Богу Отцу, который дал послушание своему Сыну, это и Животворящему Духу Святому, это, конечно, и Пресвятой Богородице, которая послужила делом воплощения, ну и тем подвижникам благочестия, которые также ведут нас вот таким путем, духовным путем, истинным путем, показывая пример служения Богу, и через свое подобие уподобляет человеку также небу и самому Господу. «Блажен муж, ему же есть имя Господне, упование Его, и не презрив суеты, и не иставления ложные». Ну, счастлив, конечно, человек, тот человек, который уповает на Бога, который не живет попечениями, и который не живет ложью этого мира. Но ложью всегда больше всего называлось вот это вот язычество, волхование, которое есть. Неправда, некий такой человеческий обман. Вот опять-таки, первые люди, которые приняли Христа, они уходили от этого обмана, они уходили от этой лжи, отходили от неправды, становились совершенно счастливыми людьми, живущие в мире и в покое. И опять-таки, в наше время возвращается и волхование, возвращается и… Уверение. И сектанство. И сектанство, и астрология, и человек… Магия белая, черная, зеленая. Да, он буквально начинает теряться в этой жизни, потому что он обманутым остается, он идет за ложью, он потерянный, он несчастный, если он идет за Христом, значит, он идет за правдой. А здесь он идет за ложью, которая, конечно, досаждает ему и приносит ему немало вреда. Особенно, Ватюшка, гороскопы в наше время, прошу прощения, хотелось бы, чтобы, может быть, вы еще бы обратились к нашим телезрителям. И, к сожалению, среди православных мы встречаем такие вопросы. К сожалению, у меня православные, которые в храмах работают и ходят, и спрашивают, а кто вы, Любовь Сергеевна, по гороскопу? Вот я обычно всегда отвечаю, что я по гороскопу православная. Правильно отвечаете, потому что слишком много всего перемешано в этой жизни, и человеку, который даже и не хочет, и не хотел бы, ему навязывается. Любая страница интернета, поисковикли, любой, ты открываешь там обязательно. Если ты еще забит там своим днем рождения, то так враг, вот телец или козерог, носорог. И вам начинают предсказывать и вещать. И, конечно, человек слабенький хочет. А что меня сегодня ждет? Не побьет ли меня жена сегодня скалкой? Мне вот обязательно нужно прочитать, не поругает ли меня начальник? А что на самом деле будет? Все ведь в руках Божьих. Мы-то это должны четко понимать. Не твори греха и не узришь неправду жизни этой. Поэтому вот маловерие и малодушие. Самое интересное, что ученые определили теоретически, что, оказывается, в нашей Солнечной системе существует 13-я планета. То есть теоретически это уже доказано. То есть теперь вот как придется этим нашим всем, кто занимается астрологией, перестраиваться, пересматриваться? Потому что, оказывается, уже и 13-й знак зодиака есть, а не 12-й. А как же предыдущий тогда? Поделят в полном какой-то месяц. Скажут, что он более богатый. Куда девать 13-й знак? Да, да, да. Это, вы знаете, все дело глупое. Ну, вот я и говорю, да. Вот элементарные, научные даже доказательства. Много сотворилось и ты, Господи, Боже мой, чудеса твои, и по мышлениям твоим несь, кто уподобится тебе. Возвести их и глагол умножишься паче числа. Ну, действительно, Господь, пришедший на землю, сотворил много чудес. И здесь мы не говорим только о чудесах ветхозаветных, потому что всякие ветхозаветные чудеса в свете Христовом, в свете Его служения, это некое подобие, они, конечно, помертые. Великие чудеса сотворил Господь, когда утверждал истинную веру здесь, на земле. И, конечно, изменилось само мышление человека. Разум человеческий поменялся. Возвести их и глагол умножишься паче числа. И, конечно, проповедь Божия, она, конечно, дала большой, огромнейший результат и преображение, изменение самого человека. «Жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершило имя еси, всесожжение и агрессия не взыскал еси». Ну вот, «жертвы и приношения не восхотел еси». И здесь вот такое тоже пророчество, что Господу не нужны человеческие жертвы, жертвы животных, которые приносили. Но какую жертву, от кого Господь захотел принять жертву? «Тело же свершил мя еси». Тело, которое явился сам Господь от Духа Святой и Марии Девы, и Он себя принес в жертву за грехи всего человечества. Он и является нашей бескровной жертвой, которая приносит, и которая приносится ради грехов человеческих, чтобы человек имел прощение, имел бы оправдание, имел жизнь вечную. «Тогда, Рех, все прийду в главизне книжнее, писано есть о мне». Ну что ж, и в книгах главизне книжнее. Книга – это, конечно же, священное писание. Главизна – это свитки, свитки, в которых было все писано, и все рассказано было о Божественном Спасителе. «Еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех, и закон Твой посреди чрева моего». Конечно же, Господь пришел не сам по себе, Он творил волю. «Я творю волю не мою, но волю пославшего мя», – говорил не раз Господь. И что самое главное, что закон Твой посреди чрева моего, то есть из сердца все Он выходил. И то, что Господь исполнил и наполнил, и обогатил закон, Он это делал не просто по послушанию, но делал так, как нужно делать человеку, который влагает в каждое слово и в каждое дело сердце свое. То есть это действительно было служение искреннее, истинное и направленное на спасение всего рода человеческого. «Благовестив правду в церкви велицей, с уснам моим не возбраню, Господи, то разумел еси». «Се уснам моим не возбраню, Господи, то разумел еси». «Благовестил правду в церкви велицей». И, конечно, церковь великая – это та церковь, которая была основана, языческая церковь, огромная церковь, которая поверила, которая пошла за Христом, и в которой звучит проповедь священного Писания, проповедь самого Господа. Ведь этой проповедью жили и святые апостолы. Эта проповедь и сейчас Господа продолжается через… Она продолжалась через святых апостолов, через учеников, через учеников-учеников апостолов, мужей апостольских, как мы их называли, через равноапостольных служителей церкви, через священнослужителей, через сейчас массовое распространение Евангелия. Все равно Слово Божие, оно распространяется по всему миру, даже до сегодняшнего дня. «Правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твой орех, не скрых милость Твою и истину Твою, от сонма много». Конечно же, мы узнали правду, которую Господь открыл, и милость, которой живем мы сейчас. И без этой милости мы бы не могли оправдаться ни на каком суде, мы не могли бы надеяться даже на вечность, потому что спасение приходит не от наших трудов, не от того, как есть у неких христианских конфессий, что есть у тебя твои труды, и ты своими трудами и добрыми делами спасаешься. А если их больше, сверхдолжные заслуги, тогда ты можешь поделиться с другими, и другие будут спасаться твоими сверхдолжными заслугами. У нас нет такого. Мы спасаемся только великим милосердием Божьим, как сказано в Священном Писании, что человеком невозможно спастись, Богу же все возможно. «Ты же, Господи, не удали щедрот Твоих от меня, милость Твоя и истина Твоя, выну да заступит мя». Ну, вот прекрасные тоже ведь слова. «Ты же, Господи, не удали щедрот Твоих от меня, милость Твоя истина Твоя, вынуды заступит мячом». Мы с вами только что говорили, что те великие благодеяния, которые Господь излил в силу на весь человеческий род, они и являются нашим богатством. Поэтому мы должны Богу просить, чтобы Господь не отнял от нас эту истину, но явил ее особенно в последние дни жизни нашей, а паче всего на страшном суде, потому что без милости Божией мы, конечно, не оправдаемся. «Яко одержаше мя злая, и женесть числа, постригоши мя беззаконие мая, и невозмогок зреть, и умножься паче власть главы мая, и сердце мое остави мя. Благоволи Господи, избавите мя Господи, воеже помощи ми ванми». Но опять-таки здесь все говорится о том, что Господь пришел в этот мир спасти грешные, и невзирая на то, что много зла мы творим, и этому злу не исчезла, потому что человек слабый и по слабости своей совершает эти грехи, и не потому, что он хочет, но потому что порой совершенный грех рождает многие другие грехи, и мы не можем сами с этим справиться и оправдаться, не можем. И наши грехи порой умножаются, паче власть главы мая, и сердце мое остави мя. Но мы просим, чтобы Господь не оставил нас, но был с нами, и чтобы избавил от всего этого. И, конечно же, воеже помощи ми ванми, вот, помощи ми ванми, чтобы помог обязательно, и без него невозможно справиться со всеми беззакониями. Поэтому Господь и оставил свои великие дарования, благодать Святаго Духа, поэтому Господь и дал нам, что самое необходимое, тело и кровь, чтобы мы обновлялись, чтобы через это мы изменялись, и приобщались к вечности. Да постадятся и посрамятся вкупе ищущей душу мою изъятию, Да возвратятся вспять и постадятся хотящими злая, Да приумут аби студ свой, глаголющими благо же, благо же. Ну вот, действительно, если мы всегда уповаем на Господа, если мы всегда живем с Господом и уповаем на Его милосердие, то, конечно, мы всегда должны жить надеждой на то, что Господь никогда не оставит нас, Да постадятся и посрамятся вкупе ищущие душу мою. То есть Господь не даст до конца испытать вот потрясений, таких невозвратных потрясений в жизни тем, кто уповает на Него. И не попустит Господь ищущим душу, чтобы они изъяли, то есть лишили жизни человека. Да возвратятся вспять и постадятся хотящими злая, то есть они будут посрамлены, кто хотят злая. И не позволит Господь им сказать, благо же, благо же, то есть как нам приятно, как нам здорово, что у этого человека столько бед, столько скорбей, столько переживаний. Да возрадуются и вселятся от Тебе все ищущие Тебя, Господи, да реку твыну, да возвеличится Господь, любящие спасение Твое. Вот Господь никогда не оставит свою церковь, не оставит своих людей и даст им испытать радость, и Господь возвеличит любящих Его. Вот такую дает надежду, и такую радость открывает нам псалмопевец Давид. Аж же нищие и убог, Господь попечется о мне, помощник мой и защититель моей ситы, Боже мой, не закосни, то есть не остави мне, Господи, я уповаю только на Тебя, сам я нищий и убогий, я ничего не имею. Действительно, всякий верующий человек, он не только не стремится к земному богатству, он не ищет его, он старается быть беднее, лишь только потому, чтобы у него было меньше соблазнов, было меньше искушений и меньше грехов, чтобы он не посвящал свое время, излишнее на это все земное, а чтобы больше у него времени было посвятить на служение Богу, на служение Церкви Христовой, на приобретение себе духовных богатств. Ну и мы знаем, что обложение нищие духом, то есть нищие духом – это те, кто ничего не имеет за своей спиной, и мы тоже говорим о том, что, Господи, мы аж же нищие и убог, то есть и в духовном отношении, мы нищие и убоги, мы не великие какие-то подвижники, которые могут сказать, что они имеют большое духовное богатство или большое духовное дарование, а мы вот такие вот простые, и поэтому мы просим, чтобы Господь был нашим помощником, нашим заступником, и чтобы Господь не замедлил в этом, потому что иначе мы потерпим поражение в этой жизни. Вот такой тоже удивительный псалом, просто замечательный, который дает нам сегодня почувствовать псалмопевец Давид, опять-таки он пророческий, он христологичный, он говорит о роли церкви, он говорит о том изменении, которое произойдет в человеке, о том, что Господь никогда не идет против того доброго, что может созидать и предложить человек, но и в то же время он никогда не оставляет своего. Тот, который крещен, тот, который освящен, того человек Господь будет покрывать постоянно. И вот самое главное, что о чем здесь говорится, что никогда не должно быть такого, что придет время, что будет препятствовать крещению, то есть рождение новых членов церкви. И вот этот псалмопевец как раз, не знаю, мы как бы не случайно говорим сегодня об этом, потому что слышали на прошлой неделе, Евросоюз принимает закон о том, чтобы запрещающий закон крестить младенцев. Как? Я правда первый раз слышу. Европейский суд принял закон, вот для Европы теперь запрещено крестить младенцев. Я не знаю, как он будет трактоваться, и как он будет исполняться. То есть только в зрелом возрасте человек может принять сам, да? На самом деле это очень страшно, потому что человек, достигающий без воспитания зрелого возраста, конечно, не привез к крещению, и это его будет уводить от церкви, будет уводить его от спасения. А что же граждане? А что же Италия католики, Испания католики, Португалия? Ну, к сожалению, у католиков ведь нет такого детского крещения. У них основное полное в 12 лет. Протестанты тоже в зрелом возрасте. Они как раз больше направили это на православных. Но православие, я думаю, что удержится, конечно, судить за это не будет. То есть Греция? Греция, да. Болгария? Болгария, Сербия. Ну, Сербия еще не является Евросоюзом. Ну, Черногория, по-моему, вошла. Черногория вошла, да. Так что вот эти вот православные страны, они, конечно, должны бить в набат. Если человек не будет крещен в детстве, он не получит то духовное направление, по которому он пойдет. Значит, он будет, когда он вырастет, он будет потерян, но он не будет зрел. Он будет воспитываться вне благодати Божией, вне жизни церкви, которая животворит даже младенцев. Бачка, ну вот говорят же, что и Евросоюз сейчас делает попытки и выступать против Афона. То есть Евросоюз уже заявляет о том, что Афон не может быть так называемой монашеской республикой. То есть это тоже ведь будет иметь... Противоречит, противоречит Конституции Евросоюза, вот демократическим нормам ущемляет права женщин, которые должны быть. Но мы знаем пророчество, что Афон будет стоять до конца, и когда только покинут образ Иверской иконы Божьей Матери Афон, то тогда есть повеление всем монахам идти с Афона, потому что она уйдет под воду. Каким образом это будет, но пророчеств нет, что туда все-таки ступит женская нога. Я думаю, что Афону будет возможность отстоять своей позиции. Но, наверное, когда уже вступит, тогда, наверное, и образ Царицы Небесной покинет эту землю, и тогда, конечно же, наступит тот конец, о котором мы только что с вами сказали. Но, с другой стороны, Вадим, то, о чем мы с вами говорим, это тоже нарушение прав человека. Каждый человек волен крестить своего ребенка или не крестить. Афон наволен, монахи вольны принимать женщин или нет. Есть устав церковный, есть устав монастыря. Кстати, и у нас, мы знаем, Пафну Тиборский, при нем ведь тоже женщин не пускали в монастырь. Мы знаем, Аносин женский монастырь, куда прихожане, любые мужчины, женщины, не допускались внутрь монастыря. Для них была выстроена специальная церковь. Есть устав, есть некие сейчас нормы, которые принимаются в этом мире. Эти нормы облекаются в закон. А закон является первой инстанцией и неким действием к исполнению. Поэтому не считается ни с чем, ни с историей, ни с традицией, которая сложилась. Здесь вырабатывается совершенно новый менталитет, новые понятия, новые идеологии, совершенно чуждые христианские. Поэтому, чтобы человека привести к концу и больше погубить враг рода человеческого, создают вот эту систему. И систему создают не через кого-то, а в первую очередь через человека. А если мы будем читать Псалтирь, назидаться вот этими словами, то мы поймем, что действительно мы уходим от Священного Писания, и от тех норм, от той благодати, и от того спасения, которое Господь уготовал людям. И не только через Псалтирь, но и через Новый Завет. Если человек будет отходить от этих священных книг, от этих прекрасных, замечательных свитков, которые нам открывает волю Бога, то тогда мы все погибнем, потому что воля Божия заключена в Священном Писании. Она открыта человеку. И через это мы приобщаемся к Богу. А когда человек все откидывает, и только уповает на свое горделивое «я», на свое мнение, то тогда вот рождаются совершенно иные вот эти вот новые законы, новые идеологии, новые мышления, новые понятия. Мы встречаем их здесь очень часто, даже в нашей православной стране. Вот один случай был, когда ко мне подошла женщина без платка. Я говорю, ну, чтобы в храм войти, нужно одеть платочек. Это вот наша традиция. А где это написано? Открываю ей Священное Писание, показываю апостольское послание. Она говорит, а вы неправильно понимаете его. Я говорю, ну, конечно, значит, уже такому человеку невозможно ничего доказать. Для него нет авторитета. Авторитет для него я и собственное понимание, собственное желание понять. Поэтому вот здесь вот очень тяжело, наверное, с каждым годом будет приходиться всем нам. Ну, будем молиться, призывать. Думочка, нам православным надо просто, я думаю, держаться четко в своей линии и женщинам, которые себя считают православными, просто соблюдать те правила, те традиции, которые в церкви есть, и представлять здесь пример. Надевать юбку, я думаю, ничего сложного. Если женщина хотя бы на один день, но если это не какие-то чрезвычайные обстоятельства, мы понимаем, да, и священники не выгоняют никого в брюках, ну, просто мы, наверное, должны надевать юбочку и приходить, ничего не случится. Надеть платок сейчас красивый, замечательно делают платки, шали, и женщина очень красиво может как раз смотреться. Просто придерживаться и быть примером мужчинам, тоже себя летом вести подобающе, не надевать шорты в храм, не надевать шлепанцы, наверное, надевать туфли, надевать брюки. И, я думаю, тогда все будут следовать, ну, наверное, нашему примеру. Как вы, батюшка, полагаете? Я полагаю, что да. Полагаю, что да. От нас от прихожан будет. Есть определенная форма одежды, и мы должны ее придерживаться. Да. Вот, для того, чтобы совершенно комфортно нам было находиться в том или ином месте. Спасибо большое, отец Алексей. Увы, мы уже... Я повозвеличившееся дело Твое, Господи, сделаю влюбившееся помышление Твое.